Всем привет дорогие друзья, вы на канале IT-доктор. В этом видео уроке я хочу рассказать вам о теге link. Это также является служебным тегом, он должен располагаться внутри head. Так же как и мета, который мы рассматривали ранее. Посмотрим как выглядит данный тег, познакомимся с его атрибутами и возможными значениями. Вообще тег link в основном используется для того, чтобы подключать внешние файлы, например css, либо же скрипты javascript. И можно также подключать иконку favicon. До этого мы уже занимались подобным, но я расскажу об этом еще раз. Итак, тег link записывается он link tab через emet. И вы видите, сразу же у нас появляются атрибуты, такие как rel и href. Зачем нужны эти атрибуты? Можем посмотреть вот здесь, я вам выписал. Rel это определяет отношения между текущим документом и файлом, на который делается ссылка. То есть здесь у нас указывается, что это таблица стилей будет. А href это путь, то есть ссылка, где находится данный файл. Если мы создадим здесь новую директорию, назовем ее css. И в ней создадим новый файл main.css. То мы можем указать здесь путь css. Мы видим, сразу появляется наш файл. Нажимаем enter. И отлично. Теперь у нас подключен наш файл стилей, который мы можем использовать в дальнейшем. Что же тут есть еще у нас? Есть еще несколько таких разных атрибутов. Они в принципе не то чтобы прям обязательны для запоминания, но иногда мы будем их использовать. Поэтому можете ознакомиться, прочитать, если вам интересно. А доступные их значения мы будем рассматривать непосредственно, когда будем применять. Это на практике. А сейчас в принципе нет нужны запоминать личную информацию. Поэтому я покажу вам еще несколько возможностей. Например, мы можем написать link, двоеточие, фам, икон. Это готовая конструкция emet. Она создает нам сразу тег link со всеми нужными параметрами, которые мы не должны запоминать. И это конечно же нам упрощает работу. И здесь у нас остается поставить только путь к иконке. Для того чтобы иконка отобразилась. Давайте сейчас этим и займемся. Возьмем какую-нибудь иконку. Загрузим ее в папку emg. И посмотрим. Напишем сначала emg.com Сохраним документ. Я использую данную иконку. У меня она уже была. Если же у вас нет какой-то иконки. Или вы не знаете как создать ее. То вы можете посмотреть видео урок. Который я прикреплю в описании под видео. Там я подробно рассказывал как создать иконку. Поэтому здесь я не буду дополнительно рассказывать то же самое. Чтобы не повторяться. А вы же можете если вам это необходимо посмотреть. И перейти дальше сюда. После того как вы создали иконку и вставили ее в эту папку. Здесь мы прописали путь emg.com Давайте посмотрим. Обновим. Вот она у нас иконка появилась. Emg.com Сохраняем. Переходим в браузер. Давайте включим live reload. Чтобы нам не делать лишние движения. И посмотрим. У нас появилась иконочка. И наши таблицы стилей подключены. Хотя мы сейчас это и не можем проверить. Но тем не менее. Уверяю вас. Все работает. Дальше мы будем уже подробнее работать со стилями. И вы убедитесь что это действительно рабочая конструкция. Ну а на этом у меня сегодня все. Мы ознакомились с очень важным тегом link. Который будем применять во всех наших сайтах. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. И до новых встреч.